Здравствуйте, Екатерина. Вы в курсе, да? Вы у нас должны сейчас какой-то нам мини-спектакль на заданную тему изобразить. С руками, с мимикой, с каким-то необычным подходом, может быть. Постараюсь. Давайте. Я всегда по телефону говорю внятно и четко, соблюдая правила этикета в разговорах. Какую с этого связи вы пользуетесь? Ростелеком. Молодец. В руках приятно держать телефон РТК, зная, что каждый месяц у вас будет безлимитный интернет всего за 150 рублей. Правда, что ли? Конечно. Мне тоже надо безлимитный интернет за 150 рублей. Тогда приобретайте телефон РТК. Ну, давай еще чем-нибудь, удиви нашего телезрителя. Приготовил ты какую-нибудь, я не знаю, номер там, я не знаю, цирковой? Нет, к сожалению, у нас в принципе не умеет. Песню, пляску или еще что-то. Ну, у тебя есть на самом деле еще секунды, так 30 славы, которые ты можешь или обратиться к телезрителям, или что-то показать, продемонстрировать, чем-то удивить. Потому что, ну, по большому счету, телевидение, конечно, ищет людей, которые бы могли, ну, что ли, немножко даже поразить окружающих. Какими-то своими умениями или способностями, талантами. Будем поражать? Это ваша цель победа. Вот она как-то выделится. Почему вы? Почему вы достойны стать мистер-корганом, например? Ну, на самом деле, ну, не только победа моя цель, но также участие. Олимпийский принцип. Главное не победа, но и главное участие. Ну, поучаствовали, что, спасибо. Спасибо. Берите конфетку. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok